Годы все больше отделяют нас от событий, связанных с ликвидацией последствий самой страшной техногенной катастрофы 20 века – аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Говорят, что время лечит, но есть события, которые оставляют неизгладимый след в памяти и сердцах людей на всю жизнь. Но люди не вечны, поэтому так важна связь поколений и память об уроках истории. Тысячи советских людей приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Не считаясь риском для здоровья и жизни, ликвидаторы трудились в зоне повышенной радиации. В Центральной городской библиотеке на встречу со старшеклассниками 24-й школы пришли ликвидаторы Чернобыльской аварии Виктор Киркора и Владимир Журавлев и рассказали о самых страшных днях своей жизни. У нас отсюда, первая партия у нас была в 86-м году. Я попал туда, ну 11 человек от нас попали, еще ребята. А самый первый у нас попал, это Николай Баглай, ему уже сейчас 73 года, и Виктор Чумаков. Они самые первые были, вот показывали сахар, краны, как они там заливали, они работали в день по два часа всего лишь. Мы работали, не покладая рук. В день я выезжал по 4-5 рейсов, делал оттуда, в зараженную зону, мы возили же всякие отходы и все такое прочее. Было трудно, мы знали, что там большая радиация, но никто из ребят никуда и ничего, елки, не сказал, что я не пойду, я не буду. Где саркопасты, рядышком здание такое зеленоватое, это склад ядерных отходов. Мы его перекрываем, потому что у нас полк в основном занимался перекрытием крови. Работали по 15 минут, больше не позволяла эта реакционная обстановка, и поэтому у нас были не накопители, нам не давали в то время накопители, а были суточные дозы, ну так называемые карандаши. 8 дней мы проработали на крыше, потому что добрали свою дозу облучения, допустимую, которую, ну это, конечно, как сказать, по подсчетам, но фактически мы намного больше набрали. Более 100 тысяч ликвидаторов стали инвалидами, более 50 тысяч погибли. Последствия этой страшной трагедии будут преследовать сотни поколений людей еще многие тысячи лет, а Чернобыль останется незаживающей раной в жизни каждого человека. Которые не побоялись... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова